здравствуйте дорогие друзья с вами программа фокус на человека так ли это хорошо когда мама становится для своей дочери подружкой и для чего нужно это маме поговорим сегодня об этом со специалистом у нас в студии семейный системный психолог александрина юсупова здравствуйте александрина ну мы с вами уже не первый раз обращаемся в принципе к семейным отношениям да и уже говорили о том что сейчас немножечко семья претерпевает какие-то изменения даст по сравнению с тем как жестко и там строго часто было раньше да сейчас получается что маятник очнулся немножко в другую сторону до авторитарности до попустительства и как будто сейчас вот для того чтобы как-то сблизиться вот эту эмоциональную близость почувствовать до происходит такой перекос вот в чем собственно говоря здесь строится такая вот опасность и почему насколько я знаю психологи очень негативно относятся к таким дружбам такой дружбе мне вот кажется что вот этот вот термин мама подружка она в общем то если спросить отдельных каких-то мам да у них за этим там может быть разные мотивы и может быть это не так уж и плохо да где-то может быть это для кого-то это просто про эмоциональную близость я например хочу быть со своим ребенком там чтобы у нас были более какие-то заинтересованные отношения более эмоциональные более включенные искренне но как бы все вот в этом месте хорошо вот но бывают все-таки некоторые перекосы вот и это тогда когда за вот такими мотивами еще может быть что-то бессознательное скрывается а потом как говорится переходит грань вот где я родителя где я друг где мой ребенок мне ребенок а где он мне товарищи или как там партнера же взрослый как я вот например да либо же он такой же взрослый как я либо же я такой же маленький как да вот и тут вот начинается как говорится приключения со всеми вытекающими но вот тогда здесь и нужно тогда ну вот как будто я по своим ощущениям сейчас еду до определить с термином подружка вот для меня подружка это человек с которым я нахожусь на равных да вот как бы на одной ступень мы стоим я говорю про школу мне говорят про школу я говорю про учебу мне говорят про учебу я говорю про какие-то отношения и в мне говорят о степень ну как бы интимности у нас примерно одинаковая с этой точки зрения получается что отношением мамы и ребенка могут называться как угодно только не подружкой так ведь ну чтобы просто не путаться вот в этих чтобы не было ложного смысла за этими словами то друг это тот кто мне равный социально равный может быть то как-то у нас равные там права и обязанности у нас одинаковые или похожие интересы и вдруг это тот с кем я эмоционально переживаю что-то что-то а вот и даже вот например люди разные по возрасту но сильно разные там разбег там в 10-20 лет уже как говорится разные поколения и при этом да это друг но это старший товарищ все равно ну почему ну потому что у нас как минимум там разный опыт жизни и человек который старше меня на 20 лет я на него может быть пойду за каким-то советом вот за его опытом пойду за советом из его опыта не факт что я буду конечно это делать потому что он не там друг да и это только как его совет только как-то вариант для моего рассмотрения вот чем все таки и друг еще до не несет за нас ответственности вот я говорю пойду к например к товарищу спрошу совета но не факт что я буду делать так как видит это он вот и друг не несет ответственности друг не обязан нас ну как-то содержать да так как обязаны это делать родитель не обязан обеспечивать нам безопасность в общем то он может дать совета а может его и не дать там он может оказать нам помощь если мы его просим может и не оказать и это нормально смотрите вот эта ситуация мама подружка она характерна только именно для вот мама дочь или это может быть папа сын там бабушка дедушка то есть в этой семейной системе там же много таких вот может быть ну спарс скажем так перепересечений с младшим поколением именно вот такого а-ля дружеского характера а-ля дружеского характера это вообще может быть разные истории совершенно да но вот тот же самый мир и боуэн так который предложил нам отражать семейную систему в графическом изображении назвал это гинограммы а вот там очень как-то хорошо видно можно в вашу ручку я конечно попробую там на нарисовать я можно туда совать можно да можно вот это можно найти в интернете как это делать можете сами это сделать сможете не делать совсем ну просто это очень наглядное представление о семье кружочки это у нас девочки а квадратики это у нас мальчики и вот значит мама ну там смысле женщина встретила мужчину они создали союз да и они в одной на одной горизонтальном на одной горизонтальной до плоскости из этого союза родился ребенок может быть там еще 2 3 5 10 вот и это другая горизонтальная плоскость когда-нибудь этот сын вырастет и найдет себе жену и это другая ступень и разу другая часть и от них ну там кто-нибудь родится вот и это называется иерархия вот а когда происходит например вот те дружеские ну дружеские связи как вы о них говорите да то есть иногда бывает так что например мама ну там например начинает как бы притягивать свою эмоциональную систему сына да и возможно это будет такой союз который мы дружим против папы ну например ее что-то не устраивает в отношениях с ее супругом да она идет эмоционально разделяет свое недовольство со своим ребенком и тем самым но получается втягивает его вот сюда на эту иерархическую ступень и ставит собственно говоря между собой и папой середину это уже еще сюда это вот ну как психологи говорят триангулируют но они оба это могут делать вот либо же например да папа по какой-то причине ну там например умирает либо уходит из семьи ну что-то такое случается и это место остается вакантным сейчас красиво сказал да вот и ну то есть мама например говорит сыну а тут если еще есть какие-то там младшие дети это совсем прелестно и она говорит я даже зли что она говорит и теперь за старшего ты теперь главный мужчина в доме да с да и он такой вот но вместо того чтобы жить свою какую-то жизнь заниматься своими делами кадров куда детскими подростковыми делами развиваться в своей плоскости он получает вот эту штучку про всемогущество да вот и вот это вот ощущение что я могу влиять на там родителя ну тогда я могу там что-то управлять другими младшими или еще что-то это же история очень манкая вот это же про власть а власть то ну как это не по сеньке шапка давит тянет но не окрепшие тем более не окрепшие да и плюс еще тут ну значит мама такая да с своими эмоциональными переживаниями а вот и но ребенок втягивается вот вот в эти взрослые отношения эти взрослые переживания ну и как будто пропускает вот эту свою детскую жизнь складываются вот эти вот такие плотные эмоциональные связи между поколениями до психолог и психологии принято называть коалиции вот и они чаще всего про то что но мы как будто кооперируемся я втягиваю в свой эмоциональный в свою эмоциональную коалицию кого-то но чаще всего там это бывает например дети берут бабушку в союзники например да и мы там воюем против папы или еще чего-то вот бывает как бы по-разному но я хочу сказать что про вот эту дружбу это не совсем дружба это не совсем дружба цикаре партнерство а вот и здесь может быть и не быть вот это вот той самой эмоциональной близости здесь скорее такая эмоциональная неустойчивость родителя я не вывожу и я на тебя сейчас сгружу потому что в контакте с другим взрослым я не могу это предъявить там нужно будет ответственность нести да ну например мама не может сказать папе что она с чем-то не согласны предъявить ему свою вот злость там или страх или еще что-то и она идет выгружает это например на ребенка но и говорит вот папа тра-та-та это то есть вот я не я сам как взрослый но не могу решить этот вопрос и я свою энергию сливаю вот туда где ее принимают ребенок в общем тогда ребенок в общем-то он всегда настроен на то чтобы родителю было хорошо он сам во власть не лезет ну как бы да а он настроен ребенок настроен на то чтобы его родителю было хорошо и всячески будет обслуживать его эмоциональное благополучие в ущерб себе в том числе естественно он как бы не расценивает это то что это в ущерб он ну расценивает то что там скорее всего вот маме тяжело маме надо помочь или там папе тяжело его надо пожалеть мама на него так кричит например вот или там например папа не выдерживают например жену приходит весь такой виноватый к ребенку и говорит о какой я плохой а ребенку что с этим делать вообще непонятно что жалеть папу объединяется с ним против мам ну очень ну то есть вот это вот перевернута иерархия она как бы лишает ребенка вот именно то что а где ну где родитель да как мы вначале уже сказали родители это тот отличительные черты от друга до родители это тот кто несет ответственность за эмоциональное и физическое благополучие ребенка он за него отвечает он его материально содержит да и вот здесь вот происходит такая штучка что ребенок видит что родитель не вывозит да или например родитель говорит ой мы с тобой такие вот эмоционально там открытые и мы с тобой будем общаться на равных но при этом финансовая власть все равно остается у родителя и что здесь тогда и по моему здесь кто-то кого-то обманул вот и и и у ребенка вот этот вот не складушка получилось да типа мы на равных но когда но кроме финансов я еще имею право тебя наказать а вот то вот эта штучка прекрасно ну например из школы что-нибудь такое прилетело родитель пошел и наказал а как же так же что мы на равных а как же вот это про эмоциональную близость прямо разруха и обман вот обман и в этой связи а получается вот эти вот там ну рождается вот эти вот амбивалентные чувства к родителю вот и они поясним слово амбивалентность двойственные да и ребенок находится в такой непонятной ситуации непонятная ну мы как партнеры и ко мне прислушиваются либо я все-таки ребенок и вот это вот знаете вот эта вот штука про величие и ничтожество то я могу ну как бы то родитель значит приглашает меня в эти отношения то он не оттуда свергает то я брали подружки до которые там может поделиться каким-то ну интимными семейными парными потом супружескими подробностями либо то я как мама которая там за двойку сейчас я тебя в угол поставлю и там так далее ну это вот до части а еще то что вот эта вот часть супружеская верхняя первая когда-то ну как бы вот эта вот супружеская часть так часто бывает что родители действительно делится с детьми из вот этого своего типом мы такие искренние да ну то еще до интимными подробностями подробностями своей супружеской жизни а вот ну что тоже если честно печальник почему вот точно не надо это делать с детьми здесь именно про интимные подробности семейной жизни до супружеской жизни точнее говорится не надо укладывать своего ребенка с собой в кровать есть прекрасный метафор есть какие-то вопросы сложности радости горести в этой сфере идите к своему партнеру и обсуждать это на равных не получается с партнером идите приглашайте каком специалиста который тоже на равных но с какой-то с каким-то образованием поможет вам это сделать а вот ну хотя бы равновозрастного разно рано иерархического просто человека потому что ребенку ребенку важно развиваться в своем темпе до в своих потребностях и когда вы говорите что-то на своему ребенку или притягивать его в какие-то свои эмоциональные переживания относительно там другого родителя помните о том что в вашем ребенке продолжение вас обоих вот и когда вы дурно говорите про своего партнера вы на самом деле дурно говорите про часть ну половину вашего ребенка и это очень сложно и это никак не поднимает его самооценку не делать его более уверенным не делает его более сильным а вот значит я точно для себя поняла что не выдерживает никакой критики темы в отношениях родителей ребенок темы обсуждения супружеские интимные интимной жизни какие еще темы вот чтобы было понятно относится туда же к очень нежелательному вот смотрите например у родителей есть какие-то там ну переживание сложности задачи ну прям финансовое свойство вот и я просто наблюдал это как это было в школе но наблюдала детей когда у нас случилось вот это вот спецоперация и все ческие значит ограничение связаны с этим и разные тревоги у взрослых людей и там многих что посыпалось как говорится но узнала я не от этих взрослых у которых там что-то посыпалось от их детей подростков которые сидели и без конца смотрели новости я говорю а тебе вот это зачем да там мальчик начать 14 лет он говорит акции падают я говорю и чё говорит но я этот видимо отец вот это все транслирует он горит меня отец сидит это прям цитата и молится на своей акции что мы помер и не пошли ну то есть зачем 14 летнего ребенку сейчас переживать про то что они будут там как они будут жить что они будут есть да то есть в этой ситуации правильно поступить родителю было наоборот оберечь ребенка вот этой ситуации ну ну как бы это же его бизнес он это выбрал ребенку вот эти вот тревоги у него у самого тревоги должны быть свои экзамены там значит какие-то друзья отношения со сверстниками увлечения до масса много чего а вот а он не может ничего делать он переживает за то что за то что им завтра будет нечего есть ну там или там ему придется уйти из этой школы то есть по сути дела любая тема которая принципе относится к взрослой жизни и которая должна быть обсуждаема только со взрослыми да и вот это нарушение функции родителя оберегать ребенка да ну беречь собственно говоря его психику когда-то когда родил этого ребенка ли принял решение су что у него будет ребенок он взял на себя ответственность его там обеспечивать и оберегать и это не про хочу не хочу это про ответственность и про собственно говоря не лезем и зачем но ребенку знать то на что он повлиять не может вот он не может повлиять на эти акции он не может повлиять на финансовое благополучие семьи в данный момент но там например он может сейчас учиться вот а тогда когда ему про это говорят он начинает об этом заботиться из любви к родителям вот той самой надо заботиться где-то об этом заботиться заботиться он об этом по факту никак не может но его внимание энергия уходит вот в то что он не может вообще изменить почему родитель хочет быть для своего ребенка другом это вообще чаще всего но как-то звучит в достаточно нормальных таких кроме мы принимаем его чуть там с чем это может быть связано это может быть связано с тем что я не хочу стареть например да я не ну я не могу принять его возраст хочу оставаться молодым и вот этот вот контакт с ребенком на такой дружеской ноте до с его когда его друзья становятся моими приятелями да вот это вот это помогает человеку чувствовать себя более молодым включенным как-то вот в эту молодежную жизнь или такая сохраняется иллюзия такая сохраняется потом значит еще что есть тревога родителей что если я не ну если я буду своему ребенку другом он ко мне будет приходить делиться я буду про все знать и тем самым я буду его контролировать а вот тоже такая да как бы это про тревогу хочу прям очень здесь тонкое место ведь на самом деле хорошо хорошо если придет будет ребенок к тебе приходить и здесь действительно делиться какими-то опасениями какие-то сомнениями страхами до переживаниями своими и вот тут как раз очень большой соблазн да но с другой стороны если мне так кажется что если до того как родитель не выстроил вот те самооберегающие отношения нормальные родительские по отношению к ребенку то ребенок может вряд ли придет если вы как родитель были к ребенку внимательны были именно выполняли вот эту свою родительскую роль защиты то если ребенку будет плохо но будет нужно он к вам придет я значит свою дочь решила спросить ну как обычно матери попала мысль она прошла ее проверять на свое ребенке я грудь там доча вот как вот тебе вот вот если у тебя будет что-то радостное или горестное ты кому пойдешь вот к подружкам или к маме она горит ну и туда и туда схожу вот я говорю значит если тебе будет сложно нужна будет помощь или совет и ну и возникнет какая-то ситуация где ты не сможешь хоть и будет сложно определиться как же поступить она я ее спрашиваю что куда пойдешь она к маме пойду я говорю отчего так она опыт но и она не факт что я буду так делать а вот но если в том месте когда она сказала что за защитой я пойду все-таки к родителю на я так поставил себе галочку а вот если на себе по планировал да на самом деле такая ну и ладно ну то есть можно же прийти к родителю за защитой а получить от него какую-нибудь жестокую оценку ну типа сама дура да или иди сам решает свои проблемы да иди сам решай ты уже типа большой и так далее вот и с большой вероятностью что ребенок больше за за этим не придет к саму родителю вот он возможно пойдет поплачется к друзьям возможно возможно никому не поплачется а вот и будет как-то это из этого выплюхиваться сам а что интересно потом родители знают об этом в последнюю очередь а вот и это не про дружеское это про что включенное отношение включенное отношение вообще другому человеку который рядом то есть выключение из себя и включения в кого-то другого ну как будто так ну не то что выключение но вообще внимательно отношено к другому человеку но Lots of дружу не своей тревоги А, вы говорите сейчас про положительные ключи. Не из своей тревоги, а потому что мне интересно. Мне интересно, чем мой ребенок живет. Он мне интересен как человек. Ну, я хочу разделять со своим близким человеком там его какие-то эмоциональные радости или, ну, сложности. И не потому что я хочу это как-то оценить, типа молодец или не молодец, а потому что, ну, мне интересно. Вот, если мы, ну, вот из такого искреннего вообще интереса, там, например, ребенок смотрит мультики. Вот. И хватит смотреть мультики, глаза себе сломаешь, да? Все за дурацкие мультики. Конечно, для нас самый прекрасный мультик это Винни-Пух, ну, там, да? А для наших детей это может быть совсем другой мультик. Вот. И не факт, что если это не Винни-Пух, то это ужасный какой-то мультик. Можно сесть рядом вообще и спросить у ребенка, а кто, например, там тебе больше всего нравится, там, да? Ну, а что тебе в этом мультике нравится, там, да? А кем бы ты там хотел быть? Ну, то и вы узнаете очень много интересного. Вот. Возвращаясь к перечислению причин, почему взрослый родитель может бессознательно начать делать из своего ребенка подружку. Значит, вы сказали, что желание остаться молодым, тревога, еще какие-то есть? А вот это, опять же, вот этот процесс дефлексии, да? Тогда, когда я не иду решать проблему, а сливаю это, например, ребенку. Ну, это страшно. Делаю, делаю, ну, вот, когда я не вывожу как взрослый и эмоционально что-то, да, и делаю своего ребенка своим эмоциональным партнером. Вот. Я не уверена, но я встречала, что некоторые взрослые называют это, я дружу с ребенком. Вот. Там. Рассказывая ему какие-то подробности о своей жизни или нагружая его какими-то своими, там, взрослыми переживаниями, взрослые считают, что он таким образом искренен с ребенком. И... Ну, что это ему на пользу. Ну, что это ему на пользу. Хотя, в общем-то, да, все-таки, когда мы со своим другом делимся, да, с равным, мы делимся как с равным, и мы готовы от него услышать что-то похожее, да. Но при этом, когда мы делимся с равным, это не значит, что мы будем что-то, ну, в это вкладывать, если нас об этом не попросят, например, да. А когда... Важно понимать, что когда мы делимся об этом с ребенком, он очень сильно эмоционально в это включается, и он всячески хочет помочь своему родителю, например, да. Иногда это бывают самые странные способы, иногда это может быть... Ну, прям действительно ребенок как-то заботится там, а родители чаще всего это бывают... Дети алкоголиков, как ни странно, да, они очень включены в жизнь своих родителей, и они обеспечивают там быт, может быть, даже как-то добывают там еду, обеспечивают безопасность, ну, всякую такую вот историю взрослую на себе тянут. И некоторые люди считают, что это... Типа вот у него родители такие алкоголики, а он, значит, так их любит и так о них заботится. Это не значит, что он их любит больше, чем любой другой ребенок своих родителей. А вот это значит, что он тащит, ну, не по себе. То есть он вынужден в этой ситуации с инфантильными родителями, да, стать взрослым. То есть в этой ситуации и родители не взрослеют, оставаясь в этой инфантильной позиции, и ребенок не проживает свой детский опыт, не получая защиту, необходимую заботу, внимания к себе, не становясь вот тем самым центром взгляда значимого взрослого. Вот эта вот дружба, она может привести, ну, между родителем и ребенком, вот такая дружба... В кавычках, да. Ну, вот такая, такая сомнительная, как говорится, и, ну, дружба, она может привести к тому, что появляется вот это вот эмоциональное сиротство. Мама у меня вроде есть, папа у меня, ну, вроде есть, а опереться не на кого. Они такие слабые, что мне самому о них надо заботиться. Да. Это я прям слышала, это слова из кейса. А вот. Опереться, и вот это вот эмоциональное сиротство. Что мы получаем от родителей? Вот это вот как раз защиту. Защиту. И потом, может быть, эти люди ищут эту защиту, вот эти вот отношения где-то в других отношениях. И вот как продолжение, да, к чему это может привести, когда ребенок не в свое время, недополучив родительской заботы и вот этой опоры, становится взрослым? Он, в свою очередь, как формирует свои отношения, как формирует... Чем это опасно, чтобы родитель понимал, что, ну, в какие игрушки, собственно говоря, он играет со своим ребенком? Чем это... Во что это потом выльется, когда ребенок вырастет? Ой. Во что это выльется? Там очень много вариантов, да, наверное? Да, там много вариантов. Это смотря вот, как там это все было у них устроено. Ну, в то, что ситуация будет требовать коррекции, наверное, в любом случае, скорее всего, да? Угу. А вот еще смотрите, какой момент. Вот ребенок перестал, родитель ребенок перестал быть взрослым. Ой, ребенком. Он вырос, ну, то есть физически вырос. А родители продолжают его втягивать. Вот. Вот. Вот это вообще такая прекрасная тема. Это, ну, вот мы такие, родили себе ребенка, родили ребенка, и мы обычно представляем, как мы будем улюлюкать, там, значит, кормить, водить в детский сад, Мини-минишная такая картинка. Ну, что? Кто себе представляет, каким он будет родителем, когда его ребенку будет 40 лет? Все, короче, на школе примерно, да? Все заканчивается. Это все заканчивается, да. Вот. И поэтому вот эта вот трансформация меня, как родителя, она тоже важна. Один, ну, одна история, это тогда, когда ты родитель маленького ребенка. Да? Конечно, на тебе там много контроля, конечно, ты должен помогать этому ребенку физически, потому что он сам еще там не может залезть на велосипед, или что там еще, не может сам поесть, да? Другая история, когда ты родитель взрослеющего ребенка, там от восьми, там, ну, до двенадцати, да? И там уже такой предпубертат начинается. Это одна история, да? Он уже может делать сам домашнее задание, но иногда тот родитель, который привык своего ребенка сажать на велосипед, думает, что его ребенок не сможет сделать сам домашнее задание, там, значит, сам не сможет собрать себе портфель, короче, и вот он такой, вот ребенку уже девять, а родителю он еще застрял там в том возрасте, когда ребенку было еще год-два. Вот. Дальше. История же продолжается. Наступает вот этот прекрасный период, все вздрогнули, пубертат. Это точно. Да? Всем вздрогнули, это точно. И тот родитель, который привык повязывать салфетку к своему ребенку, которому три года, обнаруживает страшные вещи. Слышит от ребенка, там, уйди, там, не надо меня целовать, или там, не надо мне подтыкать одеяло, хватит мне читать сказки, ну, еще что-нибудь. Я сам решу. Ну, и всякие такие штуки. И если этот родитель не перешел вот эти вот ступенечки, он вообще в полном ужасе и считает, что ребенок ни во что его не ставит, и просто тут сейчас об него ноги вытирает, и он вырастил монстра. Ну, если честно, они все немножечко похожи на монстра в этом возрасте. В этом возрасте, да? То есть, родитель, да, тоже должен меняться. И совсем другая история, когда ребенок вырос. И вот здесь вот не каждый родитель готов расстаться с тем, что он больше не родитель маленького ребенка. Что его ребенок в нем так не нуждается, в его помощи не нуждается, и может быть, даже отгоревать это. Вот. Ну, и там встреча с собственным возрастом, с собственной старостью, да, с еще чем-то, может быть, с одиночеством, может быть, к тому времени там уходит кто-то из супругов. Вот. вот эта вот история про то, что это должен быть, должно быть разное взаимодействие родителя и ребенка. Да, ребенок еще нуждается в родителе, но это бывает, как правило, какая-то эмоциональная такая потребность, не в советах, скорее всего, не в помощи, да, ну, может быть, в каком-то эмоциональном тепле. И вот здесь вот, да, здесь вот вы можете со своим ребенком взаимодействовать как взрослый и взрослый. Вот. И здесь могут быть даже такие отношения, спросить совет, там, да, или попросить какой-то помощи, ну, например, разобраться с компьютером или там что-то. Когда хочется у мамы спросить, мам, как ты солишь огурцы, да, там. И вот это может продолжаться вот это взаимодействие как взрослый и взрослый. А если вот в этой ситуации, когда уже сформировалась, вот как на вашей страничке, вторая горизонталь, вторая маленькая система, подсистема, да, семьи, когда женился, допустим, сын, и он может свою корневую семью, то есть маму и папу, или маму конкретно, спрашивать о каких-то частностях семейной жизни, конфликтов, например. Вот мам, вот вы с папой, когда там что-то такое, вот вы как? Может. Это можно уже. Это можно. Да какой, опять-таки, до какой границы, где, как вот это, ну, интимность, где заканчивается допустимость? Каждая сам, семья сама по себе, сама решает? Ну, каждый, наверное, вот когда у вас уже полувозрелый ребенок, который построил свою подсистему супружескую, да, возможно, ему будет важно, ну, там, узнать, узнать, как вы справлялись, например, со сложностями в своей супружеской жизни. Он, если вы ему это преподнесете так, как, слушай, вот у меня было так, да, и он может это брать, а может это не брать, да. Если вы будете поучать и говорить, например, да, что там только так и никак иначе, дома должно быть чисто, или муж должен зарабатывать, или тут там, значит, не ходить в гости или куда-то там по одному, ну, там, то вас, скорее всего, либо не будут слушать, либо вы как-то будете, да. Ну да, пришли же за опытом, а не за наставлениями, в общем-то. Ну, важно это услышать вовремя. Да, и вот когда делятся люди, которые на равных, да, это про то, что я могу брать это и могу это не брать. Вот, и вот здесь вот взаимодействие не как родители-ребенок, а как взрослый и взрослый. Заканчивается у нас время, и я, получается, услышала прям две очень важные вещи. Во-первых, теплота и доверия возможны в отношениях родителей-ребенок без того, чтобы делать из своего ребенка вот того самого, ту самую пресловутую в кавычках подружку. В нормальных отношениях, в правильных отношениях и тепло, и близость, они возможны. Ну, как это, не тяните ребенка во взрослую жизнь, ему еще там потом жить, а то разочаруется заранее. И это второй, да, вывод, что когда мы так поступаем, мы ребенка лишаем детства, вот того полного, полноценного детства, и, как вы правильно сказали, вот это эмоциональное сиротство, мне, вот этот термин даже очень сильно откликается, и звучит так очень, вызывает много сожалений, много эмоций таких, и, собственно, говорят, уже ради того, чтобы вот этого не было, этого уже стоит пересмотреть. Вот это вот проэмоциональное сиротство, это когда, если у меня вместо мамы будет подружка, то кто тогда будет моей мамой? Ну, вот это вот вспоминается мультик из Мамонтенка, да, всем на свете важно иметь маму, это то, за кого ты можешь схватиться, когда тебя кругом штормит. Вот. Да, и хочу сказать, ищите друзей в другом месте, да, не среди своих детей, среди равных вам. Разных, да, почему, ну, то есть вопрос такой, почему взрослый человек идет дружить к ребенку, что у него происходит в его взрослой жизни, почему у него возникает вот эта вот потребность, как он так организовал свою жизнь, что у него нет друзей, что ли? Да, что рассматривается ребенок в качестве друга. Вот такие выводы сегодня у нас сделала Александра, Александрина, простите, ради бога, Александрина Юсупова, спасибо вам большое, что вы пришли, очередная встреча, посвященная семейной системе, вообще тема семьи очень интересная, и традиционно берегите себя, и вот сегодня еще и берегите своих детей. Сегодня нам Александрина об этом сказала еще раз очень доходчиво. Спасибо за внимание, с вами была программа «Фокус на человека», в студии работала Наталья Жула, всего хорошего. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok